Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня будем делать тесто дрожжевое для рыбного пирога. Итак, нам понадобится 600 грамм муки, чайная ложка соли, столовая ложка сахара, растопленный маргарин, можно взять сливочное масло, я взяла вот такой пампушка и взяла 1 треть пачки, примерно 60 грамм. Две чайных ложки, вот таких дрожжей сухих и стакан теплой воды. Приступим. Прассеиваем муку. Все. Делаем небольшое углубление. Чайные ложки, засыпаем 2 чайные ложки дрожжей. Вот столько сухих дрожжей. Засыпаю соль, сахар и слегка перемешиваю. Ввожу половину жидкости, половину стакана. И начинаю замешивать тесто. На этом этапе я добавляю растопленное масло, маргарин в нашем случае. Добавляю вторую половину воды. И замешиваем дрожжевое тесто. Хорошо вымесить. Уже почти у нас готово тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Поставить его на 40 минут в теплое место. Я поставлю его в духовку со включенной лампочкой. Тесто пока подходит, я подготовлю начинку. Для начинки нам понадобится филе пангасиуса. Одно большое, большое такое у меня. Две картофелины средних размеров и одна луковица. Соль, перец по вкусу и еще кусочек масла я буду выкладывать на саму рыбу, чтобы сочнее был пирог. Итак, подготовила начинку. Картофель я нарезала слайсами. Вот такими вот. Не сильно тонкими, не сильно толстыми. Лук полукольцами. Тоже такой вот толщины. И рыбу вот полосочками мельчить не стала, потому что покрупнее полосочки, они вкуснее в пироге. Вот такие полосочки. Рыбу я уже посолила по вкусу, поперчила черным перцем. Сюда я тоже в картошку добавила немного соли и капельку растительного масла, чтобы картошка не почернела, пока у нас поднимается тесто. Итак, наше тесто поднялось, увеличилось в объеме, вот такое оно. Маслом смазываем поверхность стола растительным и выкладываем наше тесто. Разделим его на две части, поменьше это оставим на верхушечку, а это нижняя часть раскатаем. Форма у меня большая, вот такая круглая форма, поэтому я буду раскатывать большой пласт. Ну и раскатала вот такой толщины примерно тесто. Выкладываем на смазанный лист это тесто и формируем небольшой бортик. Дальше я беру вилочку и накалываю наше донышко, чтобы оно у нас сильно не поднималось. Затем выкладываем картофель первым слоем, далее идет лучок, далее у нас идет наша рыба. Вот так заклали, вот так заклали наш пирог рыбой, теперь дело подходит к маслу. Итак, расположили, теперь будем делать верхушечку сверху. Смазываем нашу поверхность маслом немножко. Берем наше оставшееся тесто и раскатываем. Полщина его вот такая. Так, в идеале конечно было бы, если был бы ролик такой, который разрезает тесто. У меня такого ролика нет, поэтому я режу вручную отверстие на этом пласте. Желательно конечно в шахматном порядке эти отверстия прорезать для нашей сеточки. Теперь выкладываем на наш лист. Немножко отверстие поправляем. И защипываем край вниз и вверх. Даем ему постоять 10-15 минут и выпекаем. Ставим пирог в разогретую духовку 200-250 градусов, ну примерно на полчаса. Смотрим, когда подрумянится, сильно не пересушиваем. Итак, вот такой вкусный поджаристый пирог у меня получился. Такой пирог у меня кушает даже муж, который рыбу в принципе не любит. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok